Наверное, самый частый вопрос наших пациентов после вопроса «я точно ничего не буду чувствовать во время операции» это вопрос «как быстро я смогу восстановиться и вернуться к прежнему образу жизни». Во время операции вы ничего не почувствуете. А как быстро восстановиться, как будет происходить процесс реабилитации и сколько он займет по времени, я расскажу в этом видео. Меня зовут Семенов Никита Александрович, я являюсь врачом-травматологом-ортопедом Центра хирургии тазобедренного сустава доктора Еремина. В настоящее время большинство хирургов, ведущих мировых клиник, используют в своей практике метод Fast Track Recovery. О чем же он гласит? Это современная мультимодальная концепция ускоренного восстановления после хирургических вмешательств. Она была разработана и введена в эксплуатацию датским профессором Генриком Келлетом еще в 1997 году. А уже в 2010 году было создано хирургическое сообщество, которое занимается научно обоснованными протоколами по данной методике. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что методика Fast Track безопасна и эффективна в отношении пациентов. Для достижения максимальных успехов в восстановлении реабилитационные мероприятия нужно начинать еще до самого оперативного вмешательства, а именно в тот момент, когда вы на него решились. Если у вас есть время перед операцией, нужно максимально подготовить организм к данному внедрению в его жизнедеятельность. Добиться стабильного статуса по всем сопутствующим и хроническим заболеваниям, корректировать массу тела, укрепить иммунный статус и самое важное укрепить мышцы и сухожилия нижних конечностей с помощью лечебной физкультуры. Почему это так важно? Потому что после любой травмы, от ушиба и до перелома, а тем более после оперативного вмешательства, в организм включается механизм мышечной ингибиции. Если описать этот механизм простыми словами, то это защита от дурака. Мозг понимает, что в данной области была произведена травма и за счет нейромышечных связей подсознательно снижает активность, силу и выносливость мышц в данной области во избежание их дальнейшей перегрузки и травматизации. Если, к примеру, до операции вы могли поднять ногу с грузом 10 кг, то после операции, даже с учетом применения прямого переднего доступа, при котором не повреждаются мышцы и физиологически они могут выполнить это движение, мозг не даст вам этого сделать. И чем больше было мягкотканное повреждение, чем дольше шла операция и тем более, если рассекались и ушивались мышцы, тем сильнее будет угнетение их в раннем послеоперационном периоде. Поэтому, чем больше был ресурс мышечного лакна до операции, тем быстрее вы сможете его активировать и выполнять нагрузку, такую же, как и до операции. Поэтому всем нашим пациентам до эндопротезирования мы рекомендуем по возможности укреплять мышцы нижних конечностей. А теперь поговорим, что же с вами происходит непосредственно в день операции. Для ранней активизации очень важно отсутствие выраженного болевого синдрома, потому что человек не захочет вставать и тем более куда-то идти, если у него сильно болит. Поэтому в нашей клинике мы используем метод спинальной анестезии в сочетании с блокадой капсулу сустава и блокадой латерального кожного нейробедра, что минимизирует болевые ощущения и в подавляющем большинстве позволяет отказаться от сильно действующих наркотических анальгетиков. После операции вас сразу переводят в палату. Движение в конечностях и их чувствительность будет восстанавливаться постепенно в течение 2-4 часов, начиная с пальцев ног и заканчивая задней областью бедра. После восстановления чувствительности в ногах можно лежа в кровати начинать выполнять упражнения, направленные на их активацию. Сначала сгибать и разгибать пальцы, затем сгибать и разгибать коленостопный сустав и далее коленный. При активации мышц происходит улучшение кровообращения, что в свою очередь является профилактикой тромбоза нижних конечностей. После полного прекращения действия анестезиологического эффекта, когда вы сможете полностью сгибать и разгибать оперированную ногу в коленном суставе так же, как неоперированную, к вам подойдет врач-травматолог для вашей активизации. Под его контролем вы сможете самостоятельно сесть на край кровати, свесив ноги с ее конца. После некоторой паузы, при общем хорошем самочувствии, отсутствии головокружения и других проявлений анестезиологического эффекта, вы сможете самостоятельно встать с полной опорой на нижние конечности. Даже здоровый молодой человек без всякой операции может резко встать с дивана, у него закружится голова, потемнеет в глазах и он упадет. Мы не можем допустить этого категорически. В нашей клинике мы обучаем пациентов ходьбе на костылях еще до того, как они поедут в операционную, чтобы у них в голове и на практике отложилось это действие, которое им придется использовать после. После того, как пациент вертикализирован, можно делать первые шаги. Если он уверенно перемещается по палате, значит он может самостоятельно дойти до туалета и сменить памперс на нижнее белье, а также при желании полностью переодеться. Урологические катетеры мы используем крайне редко только по показаниям, так как в этом нет необходимости, но от них есть риск инфекционных осложнений. Важно отметить, что мы не даем пациенту никаких ограничений в естественных движениях. Он может садиться и вставать с любых поверхностей, сводить и разводить ноги, спать лежа на спине, на животе, на боку, будь с подушкой или без. Что же служит критерием выписки пациента из стационарных условий? В первую очередь мы смотрим на общее состояние пациента, лабораторные данные крови, положение эндопротеза на контрольных рентгенограммах, а также выраженность болевого синдрома. Вторым, но не менее важным пунктом является способность пациента к самообслуживанию. Это значит то, что он может спокойно встать с кровати, лечь в нее, сходить в туалет, умыться, почистить зубы, выполнить любые гигиенические мероприятия. В большинстве случаев наш пациент выполняет это на утро после операции, после чего мы выписываем его в реабилитационный центр на трое суток под наблюдение врачей-реабилитологов. Там пациент начинает активно заниматься лечебной физкультурой, механотерапией, проводятся сеансы лечебного массажа, а также выполнение физиолечения под контролем врача-физиотерапевта. Если позволяет состояние пациента, вводится лечебное плавание в бассейне под контролем инструктора. Сколько же нужно будет ходить на костылях? Этот вопрос волнует каждого пациента. Чтобы ответить на него, нужно понять, с какой целью они используются и когда от них можно отказываться. Мы в нашем центре разрешаем полную нагрузку на оперированную нижнюю конечность сразу после операции. А костыли используются не для того, чтобы загружать на них весь вес тела и использовать лишь одну ногу, а лишь для вашей безопасности. Самое главное, чтобы вы не потеряли равновесие, соблюдали баланс, не завалились и не упали. А также, если вы устали и чувствуете выраженный болевой синдром, можно с помощью костылей разгрузить сустав. Теперь, когда мы выяснили цель использования костылей, можно установить причину их отмены. Если у вас уверенный шаг, вы не теряете равновесие, вас не клонит в сторону, у вас хороший мышечный баланс, нет хромоты и отсутствует выраженный болевой синдром, можно отложить костыли в сторону. В среднем мы рекомендуем использовать костыли в течение двух недель с момента операции. Опираясь на исходные физические и соматические данные пациента, можно прогнозировать его успех реабилитации на всем периоде. И у всех пациентов он будет разный. Но чаще всего наш пациент возвращается к активному прежнему образу жизни через один месяц после операции. Если вам необходима консультация по поводу здоровья вашего тазобедренного сустава, вы можете обратиться к нам в клинику хирургии тазобедренного сустава доктора Еремина по ссылке в описании видео. Спасибо, что досмотрели видео до конца. С вами был Семенов Никита Александрович, врач-травматолог-ортопед. Увидимся в новых сюжетах.